Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Строительство второй очереди Бзугинских очистных обсудят в общественной палате края. Экологический патруль подвел итоги трехдневной инспекции. Виновник слибофекалий в реку Псахе выплатит полтора миллиона рублей. О решении суда стало известно на планерке главы города. Сочи отпраздновал Всемирный день туризма. На встрече профессионалов в отрасли отметили тех, кто работает на престиж курорта. В Сочи пройдет выставка беспородных или бесподобных собак. Побороться за кубок барбоса может любой пес. Избрали тайным голосованием. Юрий Бурлачко стал новым председателем законодательного собрания Краснодарского края. За небо единогласно проголосовали депутаты шестого созыва. Это первая сессия после прошедших выборов в Кубанский парламент. Его состав обновился наполовину. В стартовом заседании участие принял и губернатор региона. Не нужно делиться, может быть, инициативами, а нужно понимать, что на ваши плечи легла сегодня огромная ответственность за судьбу края. И нам все вместе сегодня нужно создавать жизнь для наших земляков, смотреть им открыто и честно в глаза. Главный приоритет – социально-экономический рост нашего региона. И, как следствие, рост благосостояния жителей края. Все. Ради этого мы сегодня, коллеги, с вами и будем работать. Владимир Бекетов, который 22 года возглавлял законодательное собрание региона, покинул свой пост. Теперь он станет членом Совета Федерации от Краснодарского края. У Союза казачьей молодежи появились свой устав, флаг и герб. Символику представили на учредительном съезде. В здании драмтеатра Краснодара собрались около тысячи учеников казачьих классов и кадетских корпусов со всей Кубани. Создать такую организацию, которая объединит молодежь, было инициативой главы региона. По мнению Вениамина Кондратьева, это будет хорошей площадкой для реализации проектов юных казаков. Сегодня вот такая организация, она должна быть, которая объединяет казачью молодежь. Почему? Потому что вы сегодня должны сохранить и продолжить кубанские традиции, кубанскую культуру, дух этого народа и веру. А чтобы вы это смогли сделать, значит, вы должны быть все вместе, одной большой кубанской семьей. Тогда вы будете ощущать и ответственность за свой край. Мы стремимся дать вам площадку, создав данный союз, на которой вы сможете общаться, совместно реализовывать свои проекты. Эта площадка позволит вам консолидироваться, я уже сказал, объединиться, почувствовать, что вас много, а должно быть еще больше после вас, вот на нашей земле. Кроме того, созданный молодежный союз поможет в какой-то степени перезагрузить казачество. А ведь именно сегодняшним школьникам предстоит создавать будущее Кубани, отметил Вениамин Кондратьев. Возможно, среди собравшихся в зале есть и будущий атаман казачьего войска и руководитель региона. Наша главная задача – создать хорошие условия для вашего успешного и стабильного будущего. Настало время, чтобы казачество стало современным. Это я обращаюсь к вам, к молодежи. Казачество должно стать реальной силой в нашем крае. Реальной. И не быть на попечении у бюджета, оно должно само зарабатывать. Я верю в кубанское казачество. Я верю в сильное кубанское войско. И я очень сильно верю в вас. Всего союз объединил больше 85 тысяч детей со всего региона. Все они ученики казачьих классов и кадетских корпусов. Но в скором времени вступить в эту организацию сможет любой желающий, кто разделяет традиции и нравственные основы жизни кубанского казачьего войска. В Сочи произошло землетрясение. Подземные толчки силой около трех баллов особенно ощущались в Лазаревском районе. Эпицентр находился где-то в горах, примерно в 60 километрах от Сочи, рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович. Небольшое землетрясение, около трех баллов, произошло в 6.35. Землетрясение такой силы – обычное явление для гор Краснодарского края. Жертв и разрушений нет. Вопрос строительства второй очереди бзугинских очистных сооружений будет поднят в общественной палате Краснодарского края. Об этом говорили общественники и журналисты, а также члены Общероссийского народного фронта, которые стали инициаторами осмотра объектов водопроводно-канализационного комплекса города. Итоги трехдневной инспекции общественный экологический патруль подвел на пресс-конференции. Насосные станции, водозаборы и очистные сооружения. В течение трех дней общественники, журналисты, блогеры из разных городов и активисты Общероссийского народного фронта осматривали наиболее важные объекты водопроводно-канализационного комплекса города, которые по решению суда с 1 сентября были переданы на баланс муниципальному водоканалу. Одним из инициаторов народной проверки стала Наталья Нестеренко. Журналист крупного аналитического портала, член регионального штаба ОНФ, узнала о ситуации из интернета и собрала группу неравнодушных. У нас организации, которые эксплуатируют сети, они работают, ну, то есть закрыто в основном об общественности. И то, что сегодня мы имеем такую возможность пойти и посмотреть, что действительно происходит, взять комментарий и транслировать это всем окружающим, всем заинтересованным, это прекрасная возможность, отличное нововведение на мой взгляд. Объект, который больше всего произвел впечатление на общественников, но впечатление со знаком «минус» – это обзугинские очистные сооружения. В частности, их недостроенная вторая очередь. Этот вопрос активисты пообещали поднять на заседании общественной палаты края. Возмутило и состояние закупленного для той самой второй очереди дорогостоящего оборудования. Я лично увидел своими глазами несколько агрегатов дорогостоящих, которые хранятся под открытым небом. На мой взгляд, это является, ненадлежащее их хранение, является причинением вреда. И здесь, естественно, МУП должен, на мой взгляд, приявлять соответствующие претензии тому лицу, который был ответственен за его хранение. Достраиваться вторая очередь очистных на Бзугу будет в следующем году. Не порадовало активистов и то, в каком плачевном состоянии находится ряд насосных станций курорта, работающих на своем пределе. Впрочем, остались и положительные впечатления. В частности, быстрое решение МУП водоканалом, проблем, которые Сочи водоканал не решал годами. Например, на восстановление одной из ниток водовода на Ландышево и МУПа потребовалось всего 15 дней. На установку перемычки на насосной станции «Батарейка» одна ночь. Найдено, наконец, и решение проблемы с водоводом на Медовой. За два года он рвался 50 раз. Часть трубы будет переложена в коренные породы, и ветки уже будут не страшны оползням. Естественно, у нас есть уже сверстанная производственная программа, есть инвестиционная программа, она будет утверждена. И все те проблемы, которые вы видели, они уже имеют свое ценовое выражение и сроки его реализации. Оценили активисты и адлерские очистные сооружения. Отметили, очень понравился вкус питьевой воды, качество морской и не только. Первое, что вообще меня очень сильно положительно удивило, нам показали, какого качества вода, то есть канализация, может сливаться в море в том случае, когда она проходит нормальную очистку. И это была практически бесцветная жидкость. Такую практику забытого с советского времени народного контроля нужно обязательно продолжать, подчеркнули активисты. В их планах приехать в Сочи еще раз, оценить ситуацию уже в прогрессе. Те, кто наносит ущерб экологии курорта, ответят по закону. И примеры уже есть. Об этом сегодня заявили на планерном совещании главы города. Сочи принимает свыше 6 миллионов туристов и, проводя 250 крупных мероприятий в год, должен отличаться не только своей уникальностью, но и чистотой. Все подробности у Елена все ценные. Море – то, что всегда людей привлекает на юг. Так вот, за весь сезон 2017 года специалистами Роспотребнадзора выполнено более 42 тысяч лабораторных исследований морской воды Черноморского побережья. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Только за последнюю неделю сделано 3000 проб питьевой и морской воды. О том, что в Сочи проб, не соответствующих санитарным требованиям, не обнаружено, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Глава города отметил, работа по канализованию курорта не останавливается ни на один день. Все умные люди понимают, что море у нас действительно чистое, море у нас хорошее, но работа в этом направлении должна продолжиться. Я повторяю, это и мойки, это и действительно индивидуальные жилые дома. И вот наши коллеги, председатели ТОС, они должны просто это понять и продолжать эту работу. А те, кто нарушает закон, будут привлечены к ответственности. Так, например, сегодня судом Хосинского района местному жителю Абрамяну назначен штраф в полтора миллиона рублей. Мужчина обустроил в районе Баранадского кладбища незаконные ямы для слива содержимого из асенизаторских машин. Потом все это потекло в реку Псахэ. Решен на сегодня и вопрос с вывозом мусора. Но Анатолий Пахомов отметил, что даже если Ленинградский район и принимает сочинский мусор, возить туда отходы все время не получится. Вывозим их в Ленинградский район. И параллельно, параллельно, возим с этого мусоросортировочного завода, который накопили за два года. Там не будет ни одного килограмма этого мусора. И таким образом мы неимоверными усилиями закроем эту тему. И больше, надеюсь, возвращаться не будем. То есть дальше должна быть системная работа. В плане у администрации строительство мусороперерабатывающего завода на основе современных европейских технологий. А сегодня выявлены другие нарушители экологической обстановки в городе. Это станции, техобслуживание машин, большинство из которых работают неофициально, не имея прямых договоров с САХом, водостоком или водоканалом. Например, в Хосте из 15 моек договор на водоснабжение только у одной. Если говорить коротко, то фактически 95% из них работают полулегально. У большинства из них нет правоустанавливающих документов. Договоры на аренду земли давным-давно, естественно, истекли. Глава города ставит задачу отключить нарушителей от водоснабжения и в течение 10 дней навести порядок с незаконным автосервисом. Вновь на планерном совещании говорили и о расторжении договора с прежним арендаторами водоканализационного хозяйства города, проблемы которых в короткий срок приходится решать новому предприятию МУК «Водоканал». Как пример, на верхнюю юрт ранее вода не доходила. Теперь после несложных технических решений напор в селе, как и везде в городе. Что касается текущих платежей заводу, то из-за отсутствия базы данных потребителям приходят квитанции с некорректными данными. Показания приборов учета на последнюю отчетную дату, безусловно, по-моему, объеме получили не удалось. Приблизительно половина показаний у нас было, а вторую половину пришлось выставлять по нормативу. После того, как мы это сделали, сейчас люди обращаются к нам, приносят свои квитанции, мы выносим показания, тут же меняем условия оплаты и уже к следующему расчетному периоду, я считаю, что база будет поправлена, будет корректна и люди с тобой не смогут платить. Напомнил глава города о предстоящем фестивале молодежи и студентов Сочи, будет принимать молодых политиков и журналистов и задач курорта показать южное гостеприимство. А перед этим убраться. На 30 сентября намечен общегородской субботник, на который приглашаются все жители курорта. Напомнил мэр собравшимся о том, что с 1 октября начинается декада пожилого человека, и руководителям необходимо вспомнить о ветеранах своих предприятий, навестить их и вручить, например, билет в театр. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Накануне Сочи отметил Всемирный день туризма. В честь праздника на встречу специалистов туристической отрасли наградили лучших представителей профессии. Виновникам торжества, лидерам туриндустрии в этот день вручили заслуженные награды. Знаком почета за трудовые успехи на благо города Сочи удостоен генеральный директор санатория Черноморья Аслан Мамишев. Знаком признания и почет сочинцев руководитель санатория «Радуга» Павел Фисенко. Благодаря и их труду, тоже от санаторно-курортного комплекса Сочи поступило более 2,5 миллиардов рублей в консолидированный бюджет Краснодарского края. Мы гордимся вами. Куда бы мы ни поехали, что бы ни видели, всегда лучшие в городе-курорте Сочи. Люди всегда лучшие в городе-курорте Сочи. Такие профессионалы, которые работают здесь, мы не встречали ни в других городах, ни в других странах. Слова благодарности от имени сочинских властей прозвучали в адрес руководителей здравницы отелей, туристических фирм, экскурсоводов и спасателей, арендаторов пляжа и медицинского персонала. Всех, кто причастен к самому главному празднику курортного города, кто работает на престиж Сочи и делает все, чтобы многочисленные гости отдохнули и на море, и в горах с удовольствием. У нас отдохнуло уже 4,5 миллиона отдыхающих. Это не больше, чем в прошлом году, но и не меньше. И еще год не законченный. Мы видим, что до ноября месяца глубина продаж уже в многих санаториях есть. По оценке специалистов, уровень продаж растет благодаря презентациям Сочи в регионах и событийным поводам. Только на этот год расписано 280 масштабных мероприятий. Открытием сезона стал двухэтажный экскурсионный автобус «Матрешка». Заработало бюро по размещению туристов. Набирает популярность городская программа лояльности и гостеприимства. Карта «Гости Сочи» позволит получать услуги со скидками от 15 до 75%. В результате совместные усилия администрации и профессионалов турбизнеса достигли своей цели. Курорт стал круглогодичным. Еще одна хорошая новость прозвучала на празднике. Мы сегодня на сессии согласовали заявку на курортный сбор. Закон начнет действовать с 1 мая. Эта сумма будет равняться 10 рублям. Предложение о таком размере курортного сбора на территории Сочи администрация города отправила в Край. Там заявку рассмотрят и тогда примут окончательное решение. Празднование Дня туризма не обошлось без выступления артистов Свердловского театра музыкальной комедии. Каждый здесь хорош, как Гарри Купер. Просто супер. Каждый здесь пеленер, вертит мир весь на свой манер. Субтитры создает близк, молодец. Уже сегодня лидеры туриндустрии готовят эксклюзивные программы отдыха на зимний сезон. Будет введен единый скипас в Красной Поляне. А празднование Дня туризма продолжится в Лазаревском районе, где в субботу пройдет первый гастрономический фестиваль «Барбекю» на открытом воздухе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну и к слову, этой осенью специалисты туротрасли познакомятся с новинками в организации отдыха и лечения. В главном медиа-центре в Олимпийском парке с 20 по 24 ноября состоится международный туристский форум. Его основными посетителями станут специалисты туриндустрии из различных регионов, заинтересованные в поиске новых контактов. Наибольшее число участников традиционно приедет из Краснодарского края. Планируется прибытие гостей из Адыгея, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ростовской, Вологодской, Кировской областей, Ханты-Мансийской и других регионов. Кроме российских гостей форум посетят и иностранные партнеры. В первый день конгрессную программу откроют пленарное заседание «Курортный сезон 2017. Итоги и перспективы» с участием представителей федеральных, краевых и местных органов власти. Также на первый день запланировано совещание с участием помощника президента России Игоря Левитина. После ознакомительного тура по объектам курортно-делового Сочи участники форума посетят конгресс по внутреннему и въездному туризму. Кроме того, в рамках форума состоятся выставки, посвященные гостинично-ресторанному бизнесу и следующему туристическому сезону. Международный форум в Сочи призван показать, что в нашей стране есть, что предложить российским и зарубежным туристам. В прошлом году форум посетили 8 тысяч человек. Площадь выставки тогда составила более 3 тысяч квадратных метров. Сочи вошел в тройку городов с самой высокой ставкой по суточной аренды жилья. Эксперты сервиса Авито сравнили эти показатели в 70 городах России в августе и выяснили, что самым дорогим городом стал Владивосток. Средняя ставка по суточной аренды в столице Приморья в августе составила почти 2,5 тысячи рублей, сообщает информационное агентство Прима-Медиа. На втором месте оказалась Москва, где суточная стоимость аренды достигла 2300 рублей. Ненамного ниже ставки в Сочи, замкнувшем тройку лидеров. Но если в столице и на курорте цены обусловлены высоким спросом, то в Якутске, который оказался на четвертом месте рейтинга, вероятно, сохраняется ограниченное предложение съемного жилья. Последние места заняли Стерлитамак и Киров, где стоимость по суточной аренды составляет менее 1000 рублей. В Сочи отметят День пожилого человека. Международный праздник отмечается 1 октября, начиная с 1991 года. В этот день проходят различные фестивали, конференции и прочие мероприятия, посвященные правам и роли пожилых людей в обществе. А тот факт, что они способны внести существенный вклад в развитие города и страны, подтверждают и сочинские герои. С активными, жизнерадостными и творческими людьми сегодня встретилась наш корреспондент Татьяна Говоркова. Я здесь делаю глину, она состоит из 28 компонентов. В доме студии Юрия Новикова есть все для гончарного производства, начиная от главного материала глины, печей до красок, которыми расписывает свои работы художник-керамист. На счету Юрия Михайловича около 10 тысяч изделий, 1200 работ украшают стены студии. Другие представлены в коллекциях российских и зарубежных музеев, галереях и, конечно же, частных коллекциях. Среди которых и всемирно известные персоны. Для них Юрий Новиков изготавливал разнообразные изразцовые камины. А это произведение искусства. Печь высотой 6 метров 2 сантиметра внесена в книгу рекордов Гиннеса и находится в студии автора. Художник-керамист постоянно работает над созданием новых шедевров. У меня абстракция такая. О, все нормально. И золото хорошо получалось. Эта партия уже расписана и прошла обжиг в печи. А это новая композиция на тему красоты нашего края. У Юрия Михайловича еще много задумок. Сейчас он работает над проектом «100 миниатюр». Где они будут выставлены, пока неизвестно. Но главное, говорит керамист, что он постоянно находится в работе. В свои 71 художник трудится, как пчела, и не считает себя пенсионером. Пенсии, как таковой, у нас нет никогда. Если ты пенсионер, значит, ты заканчиваешь свою творческую деятельность. Пока я жив, пока я двигаюсь, я буду работать. Ребята, шевелитесь. И все. Когда шевелишься, тогда есть смысл в жизни. Например, если не шевелишься, смысл жизни пропадает. Вот в чем дело. Это самое главное. И не пейте, не курите. Как вас рады видеть, Зоя Фадеевна. О важности движения говорит и заслуженная учителя России Зоя Фадеевна Стрелкова. Больше 50 лет она посвятила педагогической деятельности. Возглавляла 16-ю школу. Неоднократно избиралась в городское собрание. Шесть лет назад ушла на заслуженный отдых, но продолжает активно заниматься общественной жизнью и делится опытом с молодыми коллегами и поддерживает старших. Дома не сижу, просто так сложа руки. Первый год было скучновато. Конечно, мне не хватало детей, не хватало такой вот общественной работы. Я работала и общественной работой занималась. Но я продолжаю заниматься. Прежде всего, я большое внимание уделила учителям, которые старше меня. Вот четыре человека, неходячие. Я стараюсь их навещать в обязательном порядке, не только навестить. Помогаю им. Теперь занимаюсь в доме у меня, престарелые, тоже аптека, магазин. Ну и не бросаю школу. В канун Международного дня пожилого человека наши сочинские герои пожелали всем людям старшего поколения здоровья. Ведь именно от этого зависит их возможность вносить вклад в развитие и города, и страны в целом. В Сочи же таких активистов немало. Их на курорте помнят и всегда почитают. У людей серебряного возраста есть возможность принимать участие в разных событийных, спортивных и культурных мероприятиях. И уже пятый год власти города проводят декаду пожилых людей. С 1 по 10 октября на курорте в их честь проходит 70 мероприятий. Со вчерашнего дня уже началась интересная экскурсионная программа для пожилых людей Лазаревского района, когда представители туристического бизнеса приглашают пожилых людей в поездки в центр города Сочи, на олимпийские объекты. Кто-то поедет на Красную поляну и так далее. И много вот таких предложений, которые в этом году объединены в плане мероприятий нашей декады. Проходят на курорте и специализированные акции. В этом году по инициативе мэра пенсионеры смогли посетить зимний театр и увидеть спектакли театрального коллектива «Свердловская мускомедия». Анатолий Пахомов и главы районов также проведут спецприемы для пожилых людей по программе «Активного долголетия». Кстати, в Сочи проживают 135 тысяч жителей пенсионного возраста. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи пройдет выставка беспородных или бесподобных собак, так называемого дворянского происхождения. Кубок «Барбоса-2017», так окрестили организаторы одной из самых трогательных городских мероприятий. Цель выставки – устроить праздник для всех любителей собак, показать, что беспородные псы также красивы, умны и достойны уважения, как и их породистые собратья. В программе благотворительная ярмарка, конкурсы для собак и хозяев, для детей и зрителей, тематические мастер-классы, выступления творческих коллективов. Запланированы и презентации приютов, а также акция «Помоги другу найти свой дом» для собак, нуждающихся в хозяевах. Принять участие в выставке может каждый, как в качестве участника со своим беспородным питомцем, так и просто в качестве гостя и зрителя. Для участия необходима предварительная регистрация в ВКонтакте, группа «Сочи.ГАФ». Место встречи 1 октября, полдень, Южный Мол. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Вале Денталь». Циркониевые коронки по цене металлокерамики. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok